Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня... Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня я бы хотела поговорить с вами об бюджете, об экономии, о том, как я экономлю деньги, как я неэкономно экономлю деньги. В общем, если вам интересно узнать всё про деньги, как я на них смотрю, как я ими распоряжаюсь, то оставайтесь со мной. В моей жизни были разные периоды. Были периоды, когда я экономила и собирала. Были периоды, когда я тратила всё, что у меня было. Были периоды, когда я могла и тратить, и собирать. И я много книг всяких разных читала, как разбогатеть, как смотреть на жизнь, как стать независимой. В общем, вся цель моей жизни, в принципе, это стать независимой не только финансово, но и внутренне, вообще от многих факторов жизненных. И я к этому стремлюсь. В общем, не знаю, как успешно и не успешно, но чувствую я себя ежедневно хорошо. Это все, в принципе, могут видеть мои зрители, кто постоянно меня наблюдает, видя мой позитив, моё хорошее настроение. Потому что, в принципе, всё в жизни складывается так, как мне нужно. И я думаю, что это полностью моя заслуга, потому что я на это нацелена, я к этому иду. Что касается денег, всегда денег не хватает, постоянно. Мне кажется, что это вообще такая какая-то фишка, что сколько бы денег не было, их всегда будет мало. Я к этому готова. Но есть какие-то вещи, которые хотелось бы воплощать, какие-то желания, которые, может быть, растут. Может быть, сейчас я не хочу себе виллу где-нибудь или остров свой личный, а просто хочется квартиру хорошую, там в дальнейшем дом большой хороший, может быть, машину поменять. Но, кстати, в плане машины я вообще не сумасшедшая на этом человек. Меня машина моя полностью устраивает. У меня, скорее, муж мой, он любит машины. Машины чем круче, тем лучше. И мне кажется, он будет их менять, как перчатки. А вот что касается меня, я такой постоянный человек. То есть мне не обязательно, мне если нравится машина, моя машина меня полностью удовлетворяет. И круче, и лучше, в принципе, у меня желания внутри нет такого. Там прям вот я хочу. Знаете, бывает такое, что когда машины, например, нет, ты хочешь вообще просто машину. Ты думаешь, вот, будет круто, круто, будет машина, будет круто. Это я понимаю. Но если у тебя бюджетная машина первая какая-то, то вторую ты хочешь какой-то известной марки, либо BMW, либо Porsche. Ты заглядываешься на эти классные машины и хочешь себе такую. И вот у меня, наверное, вот второй такой уровень, когда после простой машины у меня была Opel Corsa до этого, у меня появилась сейчас которая машина, и она меня полностью удовлетворяет, потому что именно она мне всегда нравилась. Не одна она, а мне нравились. Мне нравилась Infiniti, мне нравились BMW, Mercedes и Porsche Cayenne. Вот, мне нравились вот эти машины. И, в принципе, все они на уровне были, то есть не было такого, что я какую-то из них хотела больше. Они мне нравились, определенный дизайн и кроссовер. Вот у меня одна из них есть, и я, в принципе, довольна, счастлива, и менять ее не хочу. Что касается жилья, сейчас я, в общем, да, так скажу о своем положении, таком поверхностно, конечно же. Что касается жилья, то, да, жилье мое, естественно, меня сейчас не удовлетворяет полностью. Хотя иногда проскакивают мысли, что хорошо жить в частном доме, вот дворик, я вышла, сейчас такое хорошее настроение, погода классная, ребенок спит. Вот он подрастет чуть-чуть, он может гулять здесь во дворе, и мне не обязательно спускаться где-то вниз, да. Но здесь есть свои недостатки. За частным домом нужно смотреть, ухаживать, как бы я этим вообще не занимаюсь. У меня, когда мама здесь жила, она всем занималась. Сейчас, конечно же, нет, поэтому это не мое вообще. В частном доме, мне кажется, нужно жить с мужчиной, либо любить всю эту природу, вот все, вот этот садик здесь убирать, следить все за всем. Нет, это я не такая, я вообще квартирный человек. Я хочу себе квартиру, я хочу квартиру на высоком этаже, я хочу, чтобы за окном, чтобы были большие окна. Хочу, чтобы в квартире было светло. Хочу, чтобы... Что-то тема одна, да, а я это, о другом, о своих желаниях пошла. Ну, не суть, ладно. Хочу, чтобы, открывая окна, я видела движение и жизнь в окне. И тогда я буду с утра хорошо себя чувствовать, да. То есть красивый должен быть вид, и хотела бы я, чтобы было движение за окном. Я помню, что жила когда в Москве на Третьем кольце, у меня прям выходило, выходили окна, знаете, куда? Парк ВДНХ. Вот прям кольцо, вот оно, парк ВДНХ. Даже не кольцо, нет, там не кольцо, там профсоюзное было. А вот это вот улица, да, по-моему. Ленинградская ВДНХ. Я, блин, не помню, что там, короче, на ВДНХ вот я на парк выходила, и вот дорога. Я как раз-таки выхожу в окно и всё это вижу, и был там ещё огромный большой балкон. Вот это было круто. Значит, что касается бюджета. Я заметила, что есть таких два типа. На самом деле есть куча всяких людей, но я заметила, что есть два таких типа. Есть люди, которые живут посредством, а есть люди, которые живут непосредством. Вот я из тех людей, которая живёт посредством. То есть я не вижу смысла тратить какие-то большие деньги за последние, тем более, да, на какую-то вещь, которую ты очень хочешь. Я лучше поставлю её себе целью. Она будет висеть в моей голове, что она по-любому должна у меня быть. И я просто буду идти к этой цели. Вы знаете, я нахожу удовольствие от процесса, идя к цели. Потому что когда ты получаешь желаемое, да, то, в принципе, ну что, нужно желать что-то дальше. Поэтому не суть, когда у тебя будет эта вещь. Главное, что ты к ней идёшь, ты о ней грезишь. И даже вот эти мечты, они приносят мне большое удовольствие. Поэтому я не стремлюсь сразу вот так вот, знаете, потратить последние деньги и купить. Для меня очень важен неприкосновенный запас денег. Для меня очень важно, и вообще я ещё в Москве поняла, что я себя хорошо чувствую, когда деньги есть, когда есть определённая сумма на счету. Когда ты знаешь, что ты, в какой бы ситуации ты ни осталась, ты будешь себя чувствовать хорошо. Ты можешь позволить себе снять квартиру, ты сможешь позволить себе купить из еды всё, что ты хочешь, а не на ком какой-то, да. То есть ты можешь позволить какое-то время быть без работы. На самом деле это даже пишут во многих-многих книгах, в которых я читала, что этот неприкосновенный запас, он должен быть, потому что в жизни может случиться всё, что угодно. Мы можем оказаться в условиях, когда просто ничего у нас нет, ни поддержки, ничего. И тогда вы должны рассчитывать сами на себя, и вы должны знать, что у вас есть то, что вы какое-то время сможете жить без работы, например, да. И даже есть такая формула, что вам нужно подсчитать, сколько вы тратите в месяц, да, сколько вам нужна вот эта вот подушка безопасности, чтобы она была. Я, в принципе, подсчитала, не то, что даже подсчитала, я просто знаю по чувствам, сколько должно быть у меня денег, чтобы я чувствовала себя уверенно и хорошо. Дальше идёт, что касается денег. Вот я считаю, что чем больше у людей денег, тем они ценят их больше. То есть чем больше они зарабатывают, чем больше они имеют денег, тем больше они цену знают этим деньгам. Конечно же, ещё важно, как эти деньги им достались. Если они, конечно, достались легко, и это не ваши деньги просто, вы там где-то попросили, вам дали, вы пошли потратили, конечно, вы цену деньгам этим не знаете, и вам лишь бы вытащить побольше, правильно, да, потратить покруче. Понятно, что, может быть, вы их не заработали, да, хочется потратить чужие деньги все, там бездомное одно, и там ты никого не считаешь. Но когда деньги твои, твоего семейного бюджета, то, конечно же, ты начинаешь совершенно по-другому к ним относиться. Я экономлю неэкономно. Я бы сказала так, в самом начале видео я это сказала, экономить неэкономно. Значит, сначала я считаю, что должен быть неприкосновенный запас. Это вообще НЗ. Я даже считаю, что мужчина, который появляется у вас в жизни, вот я себе такого тоже искала, он должен знать об этом неприкосновенном запасе, который должен быть у девушки. Не то, что он должен знать, сколько там денег и что, чтобы на них рассчитывать. Нет, он просто должен знать, что его девушка, если вдруг они расстанутся по каким-то причинам или еще что-то, она не пропадет, потому что у нее есть неприкосновенный запас. И хорошо бы даже, чтобы мужчина этот неприкосновенный запас и оформил. Это значит, что он любит и заботится о будущем своей девушки. Вот сейчас он ее любит, и сейчас он, зная, что все не постоянно в этом мире, он делает ей возможность чувствовать себя хорошо, тогда, когда вдруг его рядом не станет по каким-то причинам. И это очень круто. После того, как этот неприкосновенный запас уже есть у вас, все, он неприкосновенный, вы знаете, что он есть у вас, вы уже чувствуете себя хорошо, то есть вы уже не боитесь за деньги, там что вдруг, что. И вы начинаете зарабатывать и всю энергию свою пускать на будущее, на то, чтобы еще больше скопить денег, может быть. Может быть, что-то себе купить еще, а может быть этот неприкосновенный запас увеличить, может быть, положить деньги под проценты, можно быть, как-то открыть свой бизнес, вложения какие-то сделать. То есть вы уже этот неприкосновенный запас вообще не трогаете, не смотрите на него, а работаете с тем, что имеете, и опять приумножаете то, что есть сейчас. Что касается, например, шмоток и вещей каких-то, я до них не больная. Ну, как бы я больная до них, я люблю ходить по магазинам, покупать всё время новое, и в связи с этим я ценности этим вещам много не придаю. Я не покупаю себе очень дорогие вещи, потому что я не ношу одно и то же, то есть я не из тех людей, которые 5 лет носят одно и то же. Я люблю менять, я люблю разные цвета, мне всё надоедает, я такая вся непостоянная внутри, поэтому я предпочитаю покупать одежду недорогую. Но, тем не менее, чтобы она выглядела хорошо и достойно, чтобы я в ней так выглядела, о-о-о. За последние деньги я никогда ничего не пойду брать, если, конечно, только я знаю, что мне прибудут деньги откуда-то, да. То тогда, да, либо заработок какой-то будет, либо ещё что-то. То туда можно пойти и купить то, что ты очень-очень сильно хочешь. Я никогда себе не отказывала... Нет, были моменты, когда я встречалась, вот... Встречала себя в своей жизни с парнем, и были моменты, когда мы жили там на одну зарплату, на 30 тысяч рублей, и всё это экономия, когда ты смотришь на эти платьюшки в магазине, ты не можешь себе их позволить, когда ты хочешь какую-то сумочку, когда ты хочешь просто пойти в ресторан. На самом деле это тоже почувствовать, что ты живёшь. Ты же живёшь сейчас, а не где-то в будущем, когда ты собираешься на какой-то дом или машину. Ты живёшь сейчас, и нужно чувствовать, что ты живёшь сейчас. Я вот поражалась всегда с людей, которые могли во всём себе отказывать и копить, 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 копить. И очень обидно, когда человек просто в один момент может умереть, да, или просто что-то случится, на что резко понадобятся эти деньги, и в итоге он не воплотил свою мечту и не жил всё это время, не чувствовал, что он живёт. Он копил, копил, копил. Нет, если люди от этого получают удовольствие, то это другой момент. Он... Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Если люди от этого получают удовольствие, то это другой момент, и это всё хорошо. Но если ты реально напрягаешься, копив всё это, я бы так лично не смогла, потому что мне нужно чувствовать жизнь. Вот я в своей жизни был период, когда отказывала себе, да, не могла пойти в ресторан, не могла купить даже платьюшко за тысячу-полторы, которое мне хотелось. Мне мой мужчина не мог это обеспечить как-то. Ну и я сама, когда зарабатывала, тоже как бы небольшие деньги, всё уходило там на съём квартиры в Москве очень дорогое, да, на какую-то еду. Ну, в общем, лишних денег я точно потратить не могла. И это, вам скажу, самое печальное время, наверное, в моей жизни, потому что я поняла, что я так жить не хочу, как только я так пожила, когда был такой период в моей жизни. Ну и детство, конечно же, тоже у меня. Небогатая семья какая-то такая, чтобы... Я знаю, что такое жить невдостатке. Поэтому я для себя решила, что я хочу, конечно же, собирать деньги, что-то не жить посредством. Не не жить посредством. То есть это моё такое. То есть я живу посредством. Я не трачу деньги на шмотки много, потому что всё, оно меняется. И, в принципе, можно там пару-тройку себе вещей каких-то дорогих купить, которые ты очень хочешь. Конечно, иногда мне очень хочется. Но меня реально жаба душит тратить какие-то деньги просто за бренд. Просто за бренд. Можно также себе какие-то кожаные вещи купить. Но это другое дело. Я тоже хочу все эти бренды. Мне тоже всё это нравится. Просто на это должны быть средства. Жить я должна на уровень выше для того, чтобы я могла... Ну, в моём видении. Для того, чтобы я могла позволить себе купить брендовую вещь за 60-100 тысяч. Тогда я буду себя чувствовать гармонично. А если я не зарабатываю на эти вещи деньги и трачу, то это какой-то самообман, что ли, обман всех вокруг, какой-то дешёвый понт. То есть дорогой понт даже, я бы сказала. Ну, короче, это не про меня. Я не люблю вот такие вещи. Я себя сама буду чувствовать дискомфортно, если у меня будет такая вещь. А на самом деле в кошельке денег нет. Что касается ресторанов, какие-то, ещё что-то, я, в принципе, никогда себя не отказывала. Если я очень-очень хочу куда-то, если я очень-очень что-то хочу купить, я это всегда делала. Вот так вот в жизни я свою поставила, и так всё у меня и складывалось. Вот так вот я шла к своим целям. Когда я что-то хочу в жизни, очень, я ставлю себе такую галочку. Вот называется визуализация. Когда я давно посмотрела фильм «Секрет», долго пыталась понять, ну как же, как же это материализовывать, реализовывать, визуализировать, как это в голове вообще происходит, как идти к своей мечте. И вы знаете, как-то само собой у меня пришло это в голову. То есть, когда я чего-то хочу, я там уже живу, понимаете? Какая там часть меня уже там живёт. Я ложусь спать, я ложусь и я рисую. Вот когда первая машина моя только появилась, я её рисовала, как я сажусь за руль. Я рисовала именно недорогую машину. Вот такая у меня недорогая и появилась. Может быть, если бы я рисовала себе какую-то крутую тачку, но я решила идти от того, что более реально, потому что бюджетную машину более реально как-то поиметь в этой жизни, нежели сразу тебе спустится «Мерседес крутой» на голову. И вот я визуализирую. Я там уже ездила, у меня уже были права. Я смотрела детально всё, как я выхожу из машины, как я держу ключи в руках, как я себя чувствую. И это было на протяжении года, наверное, двух. Я не знаю, ну вот так. И я не спешила никуда, я не рвала, не брала кредиты, ничего такого. То есть просто я это визуализировала и знала, что оно будет, оно будет, оно будет, оно вот-вот. То же самое сейчас происходит с квартирой. Это тоже вот-вот-вот-вот. То есть можно посмешить, поспешить и людей насмешить. Но я не хочу этого делать, поэтому я, в принципе, есть где жить, да, и меня жильё, в принципе, устраивает. Просто я стремлюсь всегда к лучшему, поэтому пусть будет лучше. Вот у меня есть одна такая фишка. Если я заработала круглую сумму денег, часть из этих, то есть я всегда откладываю деньги, да, часть из этой крупной суммы я всегда делаю себе подарок. Ну, например, мелочь. Я либо делаю себе подарок, либо я помогаю кому-то, либо я покупаю кому-то подарок, либо вот какая-то благотворительность, да, ну не просто там подаяние, я вот этим не занимаюсь. То есть у меня есть куча близких людей вокруг, которым можно помочь что-то купить, и детям, племянникам. Поэтому просто вот так вот подаяние я не раздаю направо-налево. И вот всегда есть такая фишка, что если пришло много денег, я часть отдаю. Часть отдаю или кому-то, если есть что-то рядом, либо для себя. Точно так же я себя поощряю. Покупаю себе подарочки какие-то или вожу себя в ресторан. Значит, вторая категория — это люди, которые живут на широкую ногу и которые готовы последнее потратить на желаемое. Будут деньги, например, вот 100 тысяч, да, ты возьмёшь их и все отдашь за какой-то крутой костюм, который ты хочешь. Всё, и ты остаёшься без денег. В принципе, есть плюсы и минусы в одном и в другом типе. И лично я вижу. Вот как люди, которые вот так вот всё последнее тратят, как они рассуждают? Они рассуждают, что когда нет денег и ты чего-то хочешь, ты начинаешь суетиться. Когда у тебя есть деньги, ты что-то хочешь, ты просто это тратишь, либо суетиться не надо. Поэтому у них работает по-другому внутри всё, да. То есть они тратят деньги, уходят последний, они находятся без денег, у них начинают шестерёнки работать, как эти деньги достать, у них появляется желание что-то взять или потребности какие-то. Тут же у них всё включается, они находят эти деньги, зарабатывают их, или какие-то идеи приходят новые, они их зарабатывают и всё, и снова тратят. И вот так это работает, да. У меня же наоборот, у меня если не будет денег, то у меня не генератор идей включится, а у меня просто включится какая-то паника. Конечно, и генератор тоже, но и паника, и ощущение вот такое вот, которое я не хочу испытывать совершенно. А есть люди, которые комфортно себя чувствуют, и для них это какое-то топливо, например. Вот. И хорошо, когда в семье два этих человека присутствуют. Один, который рационально распоряжается с деньгами, всё так размеренно, а другой по-другому. И тогда они бы друг друга дополняли, и всё у них было гармонично. Ну, в общем, самое главное, я считаю, что нужно иметь неприкосновенный запас в плане финансов. Это первое вообще, что бы я сказала. И второй момент, я бы советовала жить сейчас. То есть какую-то часть из своей зарплаты или ещё что-то, всё равно себя балуете каким-то процентом хотя бы от заработанных денег. И да, нужно жить сейчас. Потому что жизнь непредсказуемая, не устаю это повторять, не просто даже непредсказуемая, она даже очень хрупкая человеческая жизнь. Даже мы не представляем, насколько. Нам кажется, мы живём, живём, и так будет всегда. Да. Но нет. Так будет не всегда. И все мы когда-то умрём, и когда это будет, никто не знает. Поэтому можно, конечно же, собирать и идти к своим целям каким-то, но не забывать про себя. Не делать свою жизнь какой-то скудной, неинтересной и ограниченной. Нужно себя баловать, радовать. Нужно чувствовать, что ты живёшь. При всём этом. И в любом случае, мы все свои богатства, всё, что мы тут нажили непосильным трудом, мы с собой всё это не заберём. Слишком много для своих детей, и да, вот вокруг тоже может быть, и не нужно даже, когда нужно, чтобы другие люди тоже шевелились. То есть всю работу за других делать не нужно. Я считаю, когда мы работаем там для своих близких, а они вот сидят, чувствуют себя хорошо, а вдруг нас не станет. И кто их будет кормить, кто их будет содержать, когда они сами, например, уже не способны это сделать, потому что их разбаловали. Вот. То есть об этом тоже нужно не забывать. и давать возможность и силы, и знания своим детям, своим близким уметь зарабатывать деньги самим. Вот. Ну и вообще не в деньгах счастья. Об их количестве. Шучу. Не, на самом деле не в деньгах счастья, но деньги счастье приносят. Тоже. Вот. Ну, в принципе, вот, хотела я на эту тему с вами поговорить. Я не знаю, как я назову это видео. Хотела назвать его что-то с бюджетом, связанное с экономией. В итоге я что-то обо всем, обо всем, 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 всем поговорила. Надо подумать, как назвать это видео, чтобы вам было интересно его смотреть, мои рассуждения. В общем, пишите, пишите в комментариях, как вы относитесь к деньгам, что у вас за взгляд, есть ли у вас неприкосновенный запас, живете ли вы на широкую ногу, живете ли вы по средствам, брали ли вы кредиты когда-то, как вы относитесь к кредитам. Ну, может быть, у вас есть какая-то схема очень сильно рабочая, которая приносит деньги и в то же самое время вы живете. Тоже ей делитесь, потому что, я думаю, многие девочки, как и я, есть и молодые, и взрослые, которые задаются вопросом, которые никак не могут организовать себя как-то в этом смысле. И какие-то принципы может поиметь в своей жизни. В общем, делитесь, мои хорошие. А я с вами прощаюсь. До следующего видео. Понравилось видео, это было полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok